Итак, всем добрый день. Давайте сразу приступим и начнем мы со следующего. Мы начнем с той ситуации, при которой у вас нет какой-либо единой информационной системы, где все ведутся дела, где ведется вся необходимая работа как внутри компании, так и по взаимодействию с клиентом. В общем, вы не используете какие-либо платформы, то есть у вас нет внедрения CRM, то есть что у вас есть на данный момент. Все встречи, все возможные дела по клиентам ваши менеджеры ведут в ежедневниках либо в блокнотах, ну, в общем, на бумажных носителей. Далее. Все возможные пожелания, в общем, все заметки, которые проходят также по клиентской работе, они также ведутся на каких-либо отдельных бумажных носителей. Что из этого у нас следует? Следуют у нас следующие негативные моменты. Во-первых, записи теряются, ну, потому что, как минимум, это бумажный носитель. Во-вторых, это очень сложно контролировать, причем контролировать как на стороне менеджера, так и на стороне руководства, потому что у вас, скажем, нет доступа к какой-либо единой платформе, где вы можете посмотреть. Например, что у меня запланировал на сегодня менеджер Иван Иванов, сколько звонков он сегодня должен сделать, сколько коммерческих предложений он за сегодня должен отправить, в какой момент времени он это должен сделать, что он должен был сделать вчера и что он должен будет сделать завтра. Так как нет у вас никакой единой информационной системы, следовательно, доступ к этому очень сильно ограничен. И все возможные взаимодействия между сотрудниками компании, они ведутся, как правило, исключительно на планерках. То есть вы можете это сделать исключительно посредством обычного устного диалога, не более того. Далее сотрудники, естественно, они все это забывают. И на самом деле это вполне объективная причина, и она логическая, потому что у ваших сотрудников они просто лишены инструмента какой-либо автоматизации, систематизации. Условно, есть некий такой хаос. Все возможные задачи, какие-либо, скажем, задачи, может быть долгосрочной, может быть краткосрочной, все возможные задачи, они также в устном порядке исключительно назначаются. И здесь тоже есть большая степень рисков, что задача не будет выполнена не по причине, что ваш менеджер, допустим, некомпетентен, а просто по причине обычного человеческого фактора. Просто большой объем информации, ну, естественно, очень достаточно трудно уложить в голове. Далее. Далее мы имеем следующее негативное последствие. У нас теряется клиентская лояльность. Представим себе ситуацию. Допустим, у вас на сайте размещена, например, форма обратной связи, либо онлайн-чат. В нее написал ваш потенциальный клиент. Что у нас должно произойти? Мы должны, отдел продаж очень оперативно должен отреагировать на новое входящее обращение. В условиях современной конкуренции вряд ли ваш заказчик будет ждать, когда пройдет 2-3 часа, прежде чем ему ответят. То есть конкуренция на то и существует, чтобы быть максимально оперативным. Естественно, если у вас нет никакой единой системы, которая это все фиксирует, которая все это заносит, доставляет необходимые уведомления, в случае просрочки отправляет руководителю отдела продаж уведомление о том, что обращение вовремя не обработано, в таких условиях вы просто технически не сможете вовремя отвечать на все возможные входящие обращения. Отсюда, естественно, и снижается на порядок клиентской лояльности. Еще раз повторюсь, вряд ли сейчас в условиях современной конкуренции ваш потенциальный клиент будет сидеть и несколько часов ждать ответа, например, когда ему ответят в онлайн-чате, причем несколько часов, это, наверное, даже слишком много, я преувеличил. Наверное, в среднем должен быть ответ в рамках 3-4 минут. Причем в битрексе у вас есть такая возможность, то есть вы можете установить KPI в системе. Например, входящее обращение должно быть отвечено в течение 3-4 минут. Если оно не будет отвечено, в таком случае руководителю отдела продаж придет уведомление, что поступило новое обращение, но менеджер превысил лимит, установленный для ответа на все входящие обращения. Во-первых, вы можете это контролировать. Во-вторых, менеджер также видит все необходимые уведомления, что поступила новая заявка. В-третьих, битрекс позволяет создать уже заготовленные шаблоны. Ну, допустим, есть какие-то, скажем, часто задаваемые вопросы от ваших потенциальных клиентов. Чтобы не набирать текст постоянно, либо копировать его из какого-то документа, вы просто занесете все это в систему, и оперативно будете отвечать, что тоже повлияет в общем и целом на клиентскую лояльность. Идем далее. Далее у нас есть такое понятие, как гибкость и адаптивность. Что имеется в виду? На данный момент, скажем, на рынке коммуникации и взаимодействия с клиентами уже давно не ограничивается, например, телефонными звонками или только e-mail почтой. Львиная доля клиентской аудитории практически, наверное, во всех сегментах бизнеса сидит также и в различных мессенджерах, и в различных группах ВКонтакте, Facebook, Instagram. И, скорее всего, у вас, как у собственников, имеются профильные группы, где вы также рекламируете свои товары, свои услуги. Что мы имеем, какую ситуацию мы имеем, когда у нас нет какого-либо централизированного аппарата. Условно, у вас должен менеджер сидеть и ВКонтакте, проверять, кто написал, какие заявки поступили входящие. Также он должен сидеть и в Инстаграме, проверять, что пишут к постам, какие комментарии. Он должен сидеть на Фейсбуке, должен сидеть в мессенджерах. Система Bittrex вам позволит объединить все эти каналы в единый. То есть чтобы все обращения, откуда бы ни обратился ваш заказчик, например, он написал ВКонтакте, например, он написал на Фейсбуке, в Инстаграме, либо в другом каком-то мессенджере, все эти обращения, они приходят в Bittrex 24, у вас устанавливается сразу ответственный менеджер, и вся переписка ведется также из самого Bittrex. То есть вам пишет клиент из ВК, вы отвечаете ему в Bittrex, и этот ответ попадает ровно в ВКонтакте, то есть либо в другой мессенджер или социальную сеть, где было поступлено ваше обращение. Далее. Что вообще необходимо? То есть необходимо, во-первых, фиксировать все новые поступления, то есть все новые обращения. Причем они должны быть в едином стандарте, то есть мы должны прийти к единому стандарту и от этого стандарта отталкиваться. То есть как это может происходить? Например, ну возьмем опять пример с формой обратной связи на сайте. Допустим, заполнил ваш клиент эту форму, у вас сразу в Bittrex создался лид. За которого сразу назначился ответственный – это раз. Вся информация, которая была заполнена при форме отправки – это два. И в-третьих, допустим, установился по вашему регламенту какой-то дедлайн именно обработки новой заявки. То есть, как я и говорил, никто уже не будет ждать два часа ответа от вашего менеджера. В таком случае, во-первых, мы имеем единую базу, куда приходят все новые обращения. Во-вторых, мы можем ее контролировать. Контролировать можем, ну, например, следующую ситуацию. Если вот в течение, там, 10 минут или 5 минут никакой реакции от вашего отдела продаж не последовало, во-первых, скажем, мы, например, можем перебросить эту заявку на нового менеджера, а во-вторых, мы можем отправить уведомление руководителю отдела продаж, что пришла новая заявка, но никаких пока действий нет. В-четвертых, мы можем автоматизировать некие действия, например, как минимум отправить смс, сказать, что спасибо за заказ, а сейчас мы вам обязательно перезвоним и уточним все необходимые детали. Далее. Далее есть такой, скажем, не самый лучший момент, как отток клиентов. В Битриксе этим тоже можно управлять. Есть такой очень мощный инструмент, как CRM-маркетинг. Предположим, следующую ситуацию. Скажем, вы хотите заново попробовать предложить какие-либо ваши услуги тем клиентам, которые ранее вам отказали. Допустим, тем, кто отказал вам по причине, скажем, высокой стоимости, то есть не устроила цена. Что в таком случае можно сделать? В инструменте CRM-маркетинг мы можем создать, во-первых, сегментацию клиентов. То есть мы можем прям в фильтре указать, допустим, все сделки, которые были завершены неудачно с причиной отказа, как высокая стоимость, которые были, например, с промежуток времени, скажем, ноябрь 2018 по март 2019. Таким образом мы сделаем выборку из нашей базы и, например, можем сделать профильную e-mail-рассылку либо SMS-рассылку. Допустим, вы сейчас проводите акцию, у вас снизилась цена, поэтому тем клиентам, которые ранее отказали по причине высокой стоимости, сейчас, возможно, это более чем актуально сделать такое предложение. Здесь мы приходим к тому, что у вас есть теперь единая информационная система, и вы запросто можете найти любое количество клиентов по абсолютно любым параметрам. Но вот как один параметр я только что озвучил, допустим, мы хотим найти всех тех, кто нам отказал по причине высокой стоимости. Сейчас у нас есть скидка, и мы можем попробовать наладить с ними взаимоотношения заново. Более чем адекватно, и причем сделать все это можно буквально за 10-15 минут. Следующий момент. Следующий момент – организация не только с внешними вашими заказчиками, но и внутри компании. То есть все возможные обсуждения, все возможные документы оборотов, циклы согласования и прочее. Все это вы также можете делать в рамках единой информационной системы. Допустим, вот пример, а не просто, скажем, переписка двух сотрудников в чате, а, например, обсуждение какой-либо конкретной сделки. Что в таком случае можно сделать? Допустим, есть вот у вас сделка, и вы хотите по ней, ну, вынести ее как минимум на обсуждение с коллегами. То есть, возможно, была уже у кого-то похожая сделка, и вы хотите получить какой-то совет. Либо вы хотите в целом узнать, например, мнение ваших коллег по вашему отделу. В таком случае мы можем создать обсуждение именно в рамках конкретной сделки. То есть не просто вынести это на обсуждение в какой-либо там общий чат, а создастся чат именно в рамках конкретной сделки. И, естественно, вся переписка, она будет привязана к данной сделке. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что вообще все касания, которые мы делаем с нашими клиентами, они документируются, у них есть история. И в любой момент времени, неважно, через год, через два, через три, если нам нужно будет поднять историю по этому клиенту, нам нужно просто перейти в карточку клиента, и все. То есть нам не нужно искать никаких записей, нам не нужно поднимать файлы сотрудника, причем который, возможно, уже давно уволился. Мы просто заходим в сделку и смотрим все коммуникации, которые по ней были. Если были какие-либо коллективные обсуждения, мы также это увидим. То есть вся история, она сохраняется и всегда доступна. Далее. Как раз на тему «забыл, не успел». Bittrex позволяет не просто самому запланировать звонок на определенную дату, а потом напомнить, что, допустим, сегодня в 12.00 вам нужно позвонить там Ивану Иванову. Во многих случаях мы можем это автоматизировать. Допустим, если у вас есть уже примерное, скажем, представление, когда лучше перезвонить клиенту, этот момент мы можем автоматизировать с помощью инструмента Bittrex как бизнес-процессы. И Bittrex уже сам будет планировать для вашего менеджера звонки. Далее. Далее мы переходим к тому, все, что только что мною было озвучено, оно говорит о четкой организационной работе. То есть что это имеется в виду? Имеется в виду, что у нас все разложено по полочкам. Здесь, в принципе, можно привести такую аналогию, скажем, ну, наверное, с библиотекой. Вот, допустим, у вас есть... Пришли в библиотеку, в которой несколько миллионов книг, и вы спросили, ну, вот какое-то конкретное произведение. И в любой точке мира, в любой библиотеке, любой библиотекарь вам без проблем ее найдет, потому что он знает, например, на каком ее искать стеллаже, там, на каком этаже, если это большая библиотека. Точно такую же аналогию можно провести как раз с четкой организационной работой. У нас всегда все сегментировано, у нас все лежит по полочкам, и мы всегда можем получить доступ к абсолютно любому событию. То есть если мы хотим посмотреть, что было в прошлом, без проблем, есть целая история. Если мы хотим посмотреть, что запланировано на будущее, это также все у нас структурировано, и все лежит в одном месте. То есть нам даже не нужно по разным вкладкам в браузере переходить, то есть достаточно одной вкладки, и в рамках этой вкладки вы видите абсолютно всю работу, как и с клиентами, так и с сотрудниками. Вот как раз та самая карточка CRM, про которую я говорил. В карточке CRM условно, если посмотреть на слайд, она делится на две части по вертикали – налево и направо. С левой стороны у нас отображена статичная информация. То есть она говорит, например, о следующем. Какая сумма сделки, документация по сделке. То есть если вы отправляли коммерческое предложение, оно также будет прикреплено к этой сделке, вы всегда можете его посмотреть. Всевозможные счета, договора, контакт, с которым связана эта сделка. То есть вы можете позвонить прямо из этой карточки, вы можете отправить сообщение из этой карточки. Вот, с левой стороны, то есть какая-либо статичная информация. С правой стороны у нас как раз отображается история коммуникаций. То есть если, например, мы делали телефонные звонки, запись этих телефонных разговоров, она также прикреплена к этой карточке. Если мы ввели переписку по почте, данная переписка, она также будет прикреплена с правой стороны, и мы всегда ее можем отследить. Здесь сразу удобно, скажем, два момента. Первый – это контроль. То есть руководитель всегда может зайти в любую карточку клиента, в любую карточку сделки и, например, прослушать тот же самый телефонный разговор. То есть о чем говорил менеджер заказчиков. Это хорошо помогает в разрешении различных конфликтных ситуаций. То есть, например, если произошла некая конфликтная ситуация с заказчиком, то есть всегда можно прослушать телефонный разговор, чтобы уже отталкиваться, возможно, не от субъективного мнения кого-либо, а уже просто по факту посмотреть доказательства этого. Во-вторых, это удобно, на самом деле, и для самого менеджера. Ну, предположим, ситуация. Ситуация такая – полгода назад вы общались с неким заказчиком. Он сказал, сейчас мы пока не готовы к сотрудничеству, будем готовы только через шесть месяцев, потому что через шесть месяцев у нас будет утверждение бюджета, только в том случае мы готовы продолжить диалог. И, возможно, вы уже о чем-то договорили, ну, примерно какие-либо есть договоренности, как минимум какие-то пожелания у заказчика. Так вот, чтобы через полгода потом не вспоминать и не искать записи, что было шесть месяцев назад, менеджер просто открывает данную карточку сделки и прослушивает свой телефонный разговор, который состоялся полгода назад. Это достаточно удобно не только для контроля менеджеров, но и самому менеджеру гораздо удобнее. Ну и, опять же, чтобы разрешать какие-либо конфликтные ситуации. То есть если вам потребуется доказательство того, что в телефонном разговоре не было такого разговора, вы без проблем можете эту запись прослушать. Следующий момент. Представьте себе ситуацию, что у вас увольняется менеджер, и у этого менеджера условно есть 15-20 сделок незаконченных, которые еще в процессе, например, какие-либо взаимоотношения выстраиваются. Готовим коммерческое предложение, возможно, какие-то протоколы разногласий и прочее. То есть суть в том, что у менеджера есть N количество сделок, и по каждой сделке есть N количество задач и заданий. Вопрос. Что делать в таком случае? То есть вы берете нового менеджера на работу, и сделки, контакты компании, которые были на предыдущем менеджере, который увольняется, их нужно кому-то передать. И здесь мы приходим к тому, если у вас нет какой-либо централизованной системы управления, сделать это будет достаточно проблематично. То есть это вот по каждой сделке поднимать всю документацию, узнавать, на каком этапе, что было уже сделано, что должно быть сделано, ну, достаточно проблемно. Что произойдет, если вы пользуетесь CRM-системой? Вам достаточно просто зайти в сделки, выделить все те сделки, которые были на том менеджере, который у вас увольняется, и просто переназначить ответственного на другого сотрудника. Все, больше делать не нужно ничего. Займет это у вас не более одной минуты. Так как мы все сделки и все дела перевели уже на другого сотрудника, другому сотруднику уже физически даже не нужно обращаться к старому менеджеру, который работал ранее. Ему просто достаточно зайти в карточку CRM и посмотреть, прослушать телефонные разговоры, посмотреть документацию и вообще посмотреть, что когда-либо происходило. То есть это на самом деле очень мощный инструмент, и причем он используется максимально просто. Как я и говорил, у вас займет это не более одной минуты. Далее. Ну, подсказки и напоминания. То есть, как я ранее уже говорил, что Bittrex, во-первых, сам будет вам присылать уведомления о событиях, которые должны будут произойти. Но при этом мы также можем это еще и автоматизировать. То есть не обязательно менеджеру самому устанавливать, например, когда нужно перезвонить. Если вы, например, знаете, что на таком-то этапе воронки продаж нужно будет перезвонить на следующей неделе, мы можем это все указать в инструменте бизнес-процессов, и все это поставится, естественно, автоматически. Ну и, разумеется, при наступлении событий придут все необходимые уведомления. То есть, скажем, если вы и правда что-то забыли, это не проблема. То есть вы не должны это помнить, начнем с этого. Потому что помнит за вас уже система, и она отправляет вам уведомления именно в тот момент времени, когда это требуется. Следующее. Мы приходим к тому, что в продажах должны быть технологии. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что такие рутинные работы, как, например, составить договор, отправить письмо, проверить, посмотрели наше предложение или нет. То есть такие моменты, которые уже давно можно за нас делать компьютер. То есть человек, скажем, в современном мире делать уже не обязательно. Поэтому в продажах должны быть технологии, как и коммуникации, так и автоматизации. За данный инструмент, ну, как я уже говорил ранее, отвечают роботы и бизнес-процессы. То есть вы можете… Инструмент очень гибкий, у него масса возможностей. Условно, если у вас есть воронка продаж, то есть есть определенные этапы на продажах, и на каждом этапе у вас есть уже четкий регламент, какие действия должен совершить менеджер. То есть мы это все можем указать в инструменте «Бизнес-процессы», и Bittrex уже сам будет присылать необходимые задания. А то, что можно, скажем, автоматизировать из-за рутинной работы, например, генерации договора, здесь уже говорил предыдущий мой коллега об этом, ну, повторимся, что, например, есть у вас этап подписания договора, ну, на котором менеджерам необходимо составить договор и отправить клиенту. То есть как это выглядит, например, сейчас без Bittrex 24. Нужно зайти в какую-либо папку на компьютере, то есть взять шаблон договора и переставить в него значение от клиента. Как это выглядит с Bittrex? Сделка переходит на этап подписания договора. Bittrex сам автоматически формирует договор, подставляет в него значение, ну, например, реквизиты вашего нового заказчика, ставит подпись, ставит печать и сам отправляет клиенту. И вот таких рутинных моментов, на самом деле, их очень много. И сейчас все это уже можно давно автоматизировать. Причем автоматизация процессов, она не заканчивается только на уровне CRM. Скажем, вы совершили продажу, но на этом процесс-то не заканчивается, то есть вы отдаете дальше в производство. А производство – это тоже отдельный процесс, у которого есть свои этапы, у которого есть свои ответственные, у которого есть свои задачи, у которого есть свои дедлайны. Bittrex позволяет далее автоматизировать. То есть мы, например, завершили сделку как успешная, запустили уже в производство по договору, и таким образом бизнес-процесс включился новый, и поставились новые задания, новые сроки, пришли уведомления ответственным лицам, сделался контроль, то есть все это также контролируется, и точно таким же образом многие рутинные операции автоматизируются. Еще немного про роботов и триггеров. Дело в том, что роботы, они работают не только на стороне, скажем, на вашей стороне, то есть они автоматизируют не только вашу работу, но они также еще и позволяют определить действия клиента. Ну, вот самый банальный пример, допустим, клиент открыл, вы отправили письмо, заказчик его открыл. В таком случае сработает у вас триггер, и, например, сделка перевинется автоматически на следующий этап. В чем это может быть полезно? Допустим, вы отправили коммерческое предложение, и здесь такой вопрос, который часто задают в отделе продаж. А когда теперь нужно позвонить для того, чтобы узнать решение? Ну, если позвонить завтра, возможно, скажут, что мы слишком навязчивы. Если перезвонить через две недели, скажут, что что-то долго они нам звонили. Вопрос в том, когда нужно перезвонить. Ну, наверное, нужно перезвонить в тот момент времени, точнее, отсчитывать это время в тот момент, когда с вашим предложением ознакомились. Как это может выглядеть в случае отправки коммерческого предложения? Когда заказчик открыл ваше письмо, мы уже можем предположить, ну, раз его открыли, наверняка с ним ознакомились, и отсчитывать время до перезвона именно с этого события. Здесь как раз помогут вам триггеры, то есть триггер может определить, что ваше сообщение было открыто, и теперь уже можно, например, через четыре дня запланировать звонок. Причем битрик сам вам это может запланировать. А вот вопрос в том, когда лучше через четыре или через неделю, это вопрос больше к вашему руководителю отдела продаж, потому что в разных сферах это по-разному. Возможно, вам актуально перезвонить через полгода. Все зависит от вашей сферы деятельности. Итак, теперь можем запустить пример того, как это может работать. У нас есть... Так, сейчас у меня включится. Да. Так, у нас есть такой этап, как брифинг. То есть что мы сейчас здесь делаем на этом этапе? На этом этапе мы создаем сделку. Вот сейчас, если вы видите. И первый у нас этап – это просто брифинг. На этом этапе, то есть мы отправляем бриф заказчику, чтобы уточнить некоторые детали по проекту. Вот этап брифинг. Здесь у нас вот новая сделка по сайту. То есть что сейчас у нас происходит? Мы указали компанию и переходим сейчас на почту именно со стороны заказчика. Вот нам битрикс прислал письмо. Отправляем вам ссылку для заполнения брифа. Теперь смотрим, что прошло в CRM. В CRM сделка перешла на этап бриф просмотрен. А перешла она ровно потому, что заказчик посмотрел наш бриф, и теперь система поняла, что мы можем ее передвинуть. И создался автоматический исходящий звонок. Причем создался он с интервалом в пять дней. То есть и указано, что клиент открыл письмо с отправленным брифом. Позвоните и уточните, не возникли какие-либо у него вопросы. То есть мы даем пять дней на рассмотрение брифа. Что теперь произошло? Давайте мы как заказчик откроем наш бриф. Вот, собственно, это бриф. Мы указываем, что он корпоративен. Нам требуется лендинг-пейдж, нам требуется Яндекс.Директ, Гугл.Эдвордс, регионы продвижения указываем. Пусть будет МСК, СПБ, Жевск. И указываем, что нам нужен уникальный дизайн. Нажимаем «Отправить». Мы сейчас это отправили как заказчик. Давайте теперь перейдем обратно в CRM и посмотрим, что у нас произошло там. Так вот, сейчас мы находимся на этапе, получается, клиент открыл письмо, создался исходящий звонок, что нужно перезвонить, если, например, мы не получим никакую информацию заново. Теперь что происходит. Сейчас мы переходим на стороне заказчика в ссылку для брифа и заполняем необходимую информацию. Вот нам требуется разработка лендинг-пейдж, указываем регионы продвижения и указываем тип дизайна, который нам потребуется. То есть мы заполняем этот бриф сейчас как заказчик. То есть мы его сейчас только что заполнили, переходим обратно в CRM, и сделка переходит на этап коммерческого предложения. Вот, обновляем сделку на этапе коммерческого предложения. Она перешла туда, ну, потому что, во-первых, у нас, так как заполнил бриф заказчик, мы теперь уже получили входные данные для оценки проекта. И вот, собственно, те данные, которые заполнял заказчик. Они оказались ровно в этой же сделке. То есть они у нас теперь есть, и мы теперь уже можем делать, разрабатывать коммерческое предложение. Далее у нас запустилось задание бизнес-процесса. Сейчас мы в него перейдем. И вот задание, которое поставил Bittrex. Необходимо разработать коммерческое предложение по сделке, сделка по сайту. Это именно то название, которое мы указывали в сделке. И нам здесь необходимо прикрепить файл. То есть мы как менеджер должны что-то разработать, ну, коммерческое предложение, и подкрепить файл. Так, вот мы сейчас его подкрепляем. И есть кнопка «Отправить на согласование». Теперь по нашему регламенту продаж мы должны это согласовать с нашим руководителем, руководителем отдела продаж. То есть мы жмем на «Отправить согласование» и теперь его согласовываем. Здесь задание «Необходимо утвердить КП». И вот, собственно, тот файл, который мы прикрепляли. Мы можем либо утвердить, либо вернуть на доработку. Ну, давайте, допустим, вернем на доработку с тем указанием, что стоимость необходимо увеличить на 10%. То есть мы сейчас, как руководитель отдела продаж, увидели ошибки в КП от менеджера и жмем на «Отклонить». И здесь нам теперь приходит задание, что КП отклонил сотрудник и по какой причине стоимость необходимо увеличить на 10%. Теперь нам нужно прикрепить исправленное коммерческое предложение. Прикрепляем исправленное коммерческое предложение. Заново отправляем на согласование. То есть это цикл согласования. И он не выйдет, этот цикл, до тех пор, пока наш коммерческий директор нам не согласует. Ну, давайте теперь, допустим, «Утвердить». Все, мы нажали на «Утвердить». Что теперь у нас произошло? Давайте посмотрим, на какой стадии у нас теперь находится наша сделка. Сделка у нас находится на стадии «КП отправлена», но не просмотрена. То есть сейчас Bittrex автоматически отправил данные КП нашему заказчику. Переходим на почту заказчика и вот смотрим, что новое письмо. И вот ровно тот файл, который мы подкрепляли как менеджер по продажам. Мы открыли письмо как заказчик. Теперь переходим обратно в CRM и смотрим, на каком этапе теперь сделка. А теперь сделка на «Клиент думает», КП отправлена. Если мы в нее сейчас перейдем, мы увидим, что поставился исходящий звонок и указано, что клиент открыл письмо с коммерческим предложением. «Позвоните и уточните, не возникли какие-либо вопросы». Причем звонок поставился на дату из будущего. То есть вот мы 25-го отправляли и поставился на 2-е декабря. Ровно столько нам требуется для того, чтобы в дальнейшем перезвонить и уточнить решение. Это необязательно, то есть эта цифра необязательна. У вас в зависимости от ваших продаж, возможно, вам нужно ставить дело звонок и на следующий день. И причем у нас даже есть система рекомендаций. Вот есть помощь по сделке, есть похожие сайты, менеджер, который может вам помочь. То есть это система рекомендаций, которая работает немного в обратном направлении. Если классическая система рекомендаций, она рекомендует товар для заказчика, наша система рекомендаций рекомендует менеджеру похожую сделку и профильного релевантного сотрудника, у которого была такая сделка и к которому можно обратиться за консультацией. Петр, спасибо большое за выступление. Ну а теперь ваш черед, уважаемые участники. И за время выступления у нас появилось несколько вопросов. В частности, вопрос следующий, Петр. Можно ли в CRM разграничить работу менеджеров? То есть менеджер должен работать только с теми клиентами, которые закреплены за ним. Да, конечно. Есть такой инструмент, как право доступа на CRM. То есть вы можете настроить их таким образом, что менеджер будет видеть только свои сделки, за которые он ответственный. Другие, например, других коллег и других отделов он видеть не будет. А, допустим, руководитель отдела продаж, он видит, скажем, все сделки, которые вообще есть в принципе в системе. Ну, наверное, так и должно быть. Более того, менеджеру можно установить такие права, при которых он не может удалять сделки. То есть он может их менять, он может их двигать по стадиям, прикреплять документы, но удалить, допустим, клиента или сделку из базы он не может. Ну, права очень гибко настраиваются здесь в зависимости от ваших потребностей. Но, конечно, да, то есть мы можем любой сценарий реализовать работы менеджера для доступа к CRM-базе. Есть еще один вопрос. У нас есть несколько направлений деятельности. В таком случае нужно несколько CRM для каждой сферы отдельно. Дело в том, что у Bittrex есть такое понятие, как направление сделок. Возьмем пример. Скажем, вы продаете цемент и вы продаете бетон. И, допустим, при продаже цемента у вас одна воронка продаж, то есть одни стадии, а при продаже цемента у вас другие стадии. Мы просто создаем новую дополнительную воронку и все. Но это все работает в рамках CRM, в рамках одной CRM-системы. То есть нам просто нужно будет переключиться на другую воронку, у нас будут другие стадии, у нас, скорее всего, будут другие менеджеры из другого отдела, опять возвращаясь к вопросу о прав доступа. Более того, мы можем карточку сделки сделать ее в визуальном представлении по-другому. Скажем, в направлении цемент мы хотим видеть одну информацию, а в направлении бетон хотим видеть другую информацию. Это тоже все возможно, все работает в рамках единой платформы. Вам как практику вопрос. Как быстро менеджеры переключаются на новую CRM-систему? Сколько уходит времени? Есть ли реальные кейсы? Да, я могу назвать, наверное, некие усредненные показатели. То есть, ну, понятно, что у всех по-разному, но в среднем, ну, одна, один и пять недели более чем достаточно. Но здесь важное понимание. Это достаточно при условии, если, скажем, был хороший наставник. То есть, человек, который уже давно работает в этой системе, реализовал уже достаточно много проектов, в общем, который уже может настроить то, как в конкретной компании это должно работать, а не какими-то общими фразами говорить. Одна, один и пять недели, в принципе, достаточно. Ну, опять же, как показывает практика, по усредненным цифрам, да, этого более чем достаточно. При условии хорошего наставника, разумеется. Как выбрать CRM-систему? Какие есть подводные камни? Еще раз. Ну, про подводные камни здесь, наверное, стоит сказать, во-первых, нужно на требования составить, какие вы хотите требования к CRM-системе. Требования, по большей части, также и к коммуникациям, которые вы хотите подключить. И далее просто все это внедрить в конкретную систему. То есть, Bittrex, он более чем гибкий в этом плане. Вы можете подключить мессенджеры, социальные сети, средства, связи, все что угодно. Вот. Ну, требования, наверное, самое главное – это контроль. То есть это контроль не только руководителя для менеджера, а чтобы менеджер сам себя тоже мог контролировать. То есть прослушивать телефонные звонки, смотреть, какие у него были данные в прошлом, что запланировано на будущее и остальное. Уважаемые участники, напомню, вы можете задать вопрос в чат. Задавайте их сейчас. Сейчас мы, к сожалению, не слышим вопросы от наших операторов. Прошу, задайте их в чате. Да, есть вопросы мотивации. Как мотивировать менеджеров работать в CRM-системе? Во-первых, ну, опять же, мы приходим к тому, что должно быть грамотное обучение. То есть оно должно быть не в формате. Вот CRM-систем вы теперь будете работать здесь. Во-первых, нужно показать менеджеру, как будет выглядеть его рабочий день. То есть с чего он начнется. Вот пришел с утра ты на работу, допустим, менеджер, и что тебе нужно сделать первым действием в CRM? Не просто зайти в Bittrex и смотреть, а что нужно сделать конкретно. То есть, во-первых, нужно конкретизировать работу каждого менеджера. Во-вторых, ну, могу сказать по практике, то есть, во-первых, в компании должен быть регламент, что теперь мы все сделки ведем только в рамках CRM-системы. В-третьих, нужно показать, как у него было до и как станет сейчас. То есть, с какими проблемами он сталкивался ранее и как эти проблемы решаются вот конкретно в CRM. Причем не просто это объяснить, а прямо при конкретном сотруднике открыть CRM-систему и показать, как это работает вот прямо вот здесь и сейчас. То есть, я считаю, вот это основное. То есть, чтобы человек действительно понял, зачем ему это надо и насколько это будет ему удобно. То есть, чтобы он реально уже вживую это увидел, а не просто, скажем, на словах. Большое спасибо. У нас есть еще вопрос от Ильнура. Есть ли уже настроены профили Bittrex24, например, для турфин, сервисных центров или все самим настраивать? Да, есть уже профильный CRM, то есть в маркетплейсе Bittrex вы можете найти по сферам деятельности. Да, это бесспорно. Есть такая возможность. Более того, у нас был кейс, когда у одного из наших клиентов был партнер, и у него и у того партнера уже была настроена CRM. Они просто экспортируют это в конкретный файл, мы просто его ставим, и все, CRM уже настроено. Но тут момент в том, вам нужно просто понимать, скажем, вот есть у вас турбизм. Про турбизм вопрос, правильно? А, турфирма. Да, турфирма. Ну, допустим, да, турфирма. Пусть будет турфирма. Дело в том, что если мы возьмем, скажем, турфирма X и турфирма Y, это не означает, что и в первой, и во второй турфирме будет процесс продаж выстроен абсолютно одинаково. Опять же, я могу основываться исключительно на практику, которую я видел уже на опыте. То есть дело в том, что не в зависимости от того, что одинаковый вид деятельности, регламент продаж, этапы продаж могут отличаться кардинально. И это абсолютно нормально. Поэтому, да, конечно, отвечая на ваш вопрос, без проблем вы можете скачать такой файл и установить. Ну, а вообще, то есть нужно понимать, подойдет ли он вам или нет.